Всем привет, с вами Клеопатра! В этом выпуске я расскажу, как раздобыть новые зомбоящики и поучаствовать в событии Dead Game, которое уже началось в Бравл Старс. Если мы зайдем во вкладку новости, то увидим, что у нас появилась шкала, которую нужно заполнять. Это новое событие сообщества под названием Dead Game, за прохождение которого мы будем получать крутые бонусы, в том числе новые зомбоящики. Но давайте обо всем по порядку. Событие Dead Game продлится в игре до 31 октября, прям до Хэллоуина. Умзокилл будет засчитываться в общую большую копилку, и если мы сможем набрать 20 миллиардов киллов, то 31 октября каждый игрок получит по 10 зомбоящиков. Причем киллы, которые вы сделаете в зомби-режимах, таких как Зомби-бой, Мертвый Груз и Раскатители Гробниц будут удваиваться. Помимо зомбоящиков, нас ждут еще и промежуточные награды. События с удвоенным мастерством уже в игре, так что самое время запушить титул. Также нас ждет удвоение очков опыта, гиперзаряженный приз старт, двойный приз старт каждый день и, собственно, на 20 миллиардов, как я уже сказала, зомбоящики. А что вообще можно выбить из этого зомбоящика? Да на самом деле кучу всего. Монеты, звездные силы, гаджеты, гиперзаряды, блинги, кристаллы, новые бравлеры, хэллоуинские значки, иконки профиля, спреи и, самое главное, все неэксклюзивные хэллоуинские скины, включая новые зомби-скины, а также скины за 199 гемов. Но и это еще не все. Во время события у пяти счастливчиков, участвующих в раздаче подарков, будет шанс получить все предметы из зомбоящика, включая всех бойцов, скины и ресурсы. Чтобы принять участие в таком розыгрыше, нужно выложить скриншот из бравла или видео, где видно, что вы играете в любой зомби-режим, и при этом указать два хэштега, Dead Game и Brawl Stars. Автоматически вы становитесь участником розыгрыша, и 31 октября разработчики выберут пять счастливчиков, которые и получат все эти награды. При этом они не скажут публично, кто это будет, для того, чтобы поддерживать конфиденциальность игроков. Но если это будете вы, то вы можете смело об этом рассказывать всем. А можно ли получить больше, чем 10 зомбоящиков? Ответ – да. Вы можете приобрести зомбоящики за кристаллой, когда такие предложения появятся в магазине. А будут ли неэксклюзивные хэллоуинские скины доступны также в магазине? Ответ – тоже да. Причем все из них. Старые будут продаваться со скидкой, а новые – за полную стоимость. Но опять же, подчеркну, это касается именно неэксклюзивных скинов. Поэтому, если вы давненько хотели приобрести какой-то хэллоуинский скин, то сейчас самое время это сделать. В особенности, со старыми скинами будет вообще круто, потому что они часто продаются прям с очень хорошей скидкой. Так что, ловите момент. И это еще не все. Разработчики оставили нам очень много пасхалок. Внизу, с левой стороны, появилась кнопочка «Вход воспрещенный» – значок книжки. Пробовали ли вы туда нажимать? Если нет, обязательно это сделайте. После того, как вы туда нажимаете, вы попадаете в книгу, которая, скорее всего, рассказывает историю Стар Парка. И именно здесь, класса, вы не только увидите множество забавных фраз, но еще и увидите периодически скримеры. Так что, да, не пугайтесь. Тут есть несколько видов Мортиса, который кричит. И есть еще некоторые другие кадры, где мы видим глаза. Что это такое, я решила в этом разобраться подробнее. Мортис выскакивает в трех видах, но по факту у меня получилось сделать даже 7 скринов на разные стадии приближения и отдаления. Я думаю, что он тут не просто так. И, скорее всего, это отсылка на новый скин «Дьявольский Мортис», потому что похожие разговоры и такие концепты уже давно гуляют по Реддиту, и скин должен выглядеть примерно таким образом. Более того, я думаю, что это будет гиперзарядный скин. И все это подкрепляется словами Фрэнка из прошлого выпуска с дорожной картой обновлений, где будет какое-то событие, посвященное Мортису и Эдгару. Курами скримеров от Мортиса можно увидеть периодически и вот такие кадры, где мы видим не только глаза, но и на заднем фоне, как будто какой-то магазин, продающий какие-то вещи. Видимо, это тоже магазин Старпарки, и я думаю, что, скорее всего, это отсылка на появление нового бойца. Потому что, если убрать отсюда глаза, то мы видим достаточно понятную картинку, где на фоне стоит как будто какой-то робот. Либо же это может быть еще отсылка на то, что это какой-то скин на Барли или Рикошета, но, честно говоря, я думаю, вряд ли. Скорее всего, это спойлер на нового Бравлера. Я решила соединить все эти три картинки, немножко их осветлить, и вот в итоге что получилось. То есть, у нас за кассой в этом магазине, где продается куча всего, стоит какой-то персонаж. У него четыре руки. Первая мысль, которая пришла, паук, но как-то вроде нет. И он, видимо, продает, потому что он стоит прямо перед кассой. На кассе написано 599 долларов. Интересно, почему именно такая цифра. Мы видим игрушку Спайка, которого постоянно везде кибербулят. Это и здесь он, видимо, выступает в роли игольницы, потому что у него воткнута иголка. В общем, что это такое? Непонятно. Пишите свои мысли в комменты. Я вообще очень люблю такие штуки от разрабов, потому что можно посидеть погадать, что это такое. Но и это еще не все. В своем видео на официальном канале касательно зомбоящиков разработчики спалили два новых гиперзаряда. Первый гиперзаряд будет на Гавса. Мы как раз видим иконку его гиперзаряда. И по такой же логике можно увидеть иконку на Пенни. То есть Гавс и Пенни точно получают гиперы в следующем обновлении. Кроме этого мы знаем, что 26 октября будет Бравл Толк. Но при этом также помним, что с 1 по 3 ноября будет проходить финал чемпионата мира по Бравл Старс. И поэтому разработчики сказали, что новые гиперзаряды до окончания финала точно не выйдут. Потому что это поменяет метод для киберспортсменов и им будет сложнее приспособиться к финалам. А финал это собственно то, к чему они шли на протяжении года. Поэтому в ближайшем обновлении я думаю, что новые гиперзаряды на Гавса и Пенни мы не увидим. Что касается новых зомби-режимов, таких как Зомби-Бой, Мертвый Груз и Расхитили Гробниц, то они будут меняться каждый день на протяжении всего события Dead Game. Поэтому у вас есть хороший шанс запушить в этих режимах на какие-то высокие кубки бойцов, которые сюда хорошо подходят. Но, например, в этот режим хорошо заходят танки, потому что у них много хп. Также неплохо заходит какой-нибудь метатель типа Динамайка, потому что он может за счет большого количества препятствий хорошо всех контрить. И классно идут такие бойцы, которые могут быстро перемещаться. Например, это Мортис, это Кензи, который в принципе сейчас везде практически хорош, Эдгар, Мика, ну и так далее. Но самое главное, если вы играете с друзьями, это важность командной игры. Потому что здесь важно передавать вот эту голову друг другу, а не тащить в одиночку через всю карту. Так получается быстрее. Кстати, в этом режиме, как и в Бролболе, можно попасть на дополнительное время. Это происходит в случае, если у вас ничья, ну, например, 0-0 или 1-1. То есть никто не забрал вторую голову зомби. В этот момент, когда раскрывается вся карта, уничтожаются все препятствия, карта становится полностью открытая, как Багряный рай, который часто любят использовать для дуэли. Этот момент тоже нужно учитывать. Поэтому, если у вас, допустим, пик из танков или метателей, то лучше до такого не доводить, для того, чтобы вам было проще. Пишите в комментариях, как вам новое событие, что хотите получить из ящиков и какие скины выбить. А если ты хочешь поддержать мой канал и получить множество бонусов, то оформляй спонсорскую подписку. На каждом уровне подписки есть свои плюшки. Первый уровень даст тебе особый значок профиля и смайлики в чате. Второй откроет доступ к чату со мной и другими спонсорами. Третий пропустит секретный телеграм-канал. Четвертый увековечит твое имя в каждом моем видео. А пятый, самый высокий, откроет доступ к плейлисту со влогами, распаковками, неудачными дублями и другими интересными моментами из моей жизни. Сейчас там уже более 50 видео, так что будет из чего выбрать. Оформить спонсорскую подписку можно по ссылке в описании. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Отдельно благодарю всех спонсоров канала за поддержку и возможность дальнейшего развития. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok